А сейчас краткий обзор того, что есть сейчас у нас на рынке, на рынке тяжелой гири. Итак, что у нас есть на рынке на данный момент? Ну, как я уже упоминал, самодельные гири, их очень много, есть на Авито, встречаются на приемках. Вот один из образцов, бывают совершенно разные, душка с другой стороны приварена, но здесь она с боков приварена, достаточно удачные варианты, то есть это какая-то болванка, паковка и приваренная к ней душка. Вот это более усовершенствованный вариант, паковка круглой формы и к паковке приварена душка. У меня таких несколько гирь, они очень удобные, очень хорошие, плюс в том, что они стальные, не чугунные, то есть не колются, не расколются. Их можно модернизировать как угодно. У меня есть такие гири, вот это вот конкретно весит 4 пуда, 65,5 килограмм. Есть 3 пуда, 49-400, есть 5 пудов, 82 килограмма, есть 53 килограмма. Очень хорошие, практичные гири, несмотря на то, что они в общем-то самоделки. Шар, паковка и душка. Гири индивидуального изготовления, которые отливались, отливались из чугуна на предприятиях, как правило это было при Советском Союзе, это были гири не серийного производства, а отливались по индивидуальному заказу. Вот примеры таких гирь, гиря Ратмир, это гиря качалки ЗИЛ, я про нее уже говорил, вот так она выглядит, она неудобна для подъемов, но для тренировок она очень и очень хороша. Вот так называемая Владимирская гиря, которая мне больше всех, наверное, нравится, 8. Вес ее 65 килограмм, 45 миллиметров душка, очень удобная. Тело гири не шар, а какая-то более сложная форма, но в общем-то очень и очень хорошая. Это вот гиря недомерок гири Дикуля, была сделана, заказана Алексеем Рыболовым, видимо, по дизайну знаменитой гири Дикуля, только она меньше, чем гири Дикуля, диаметром соответственно весом. Сейчас она имеет максимальное заполнение свинцом, и вес ее 70 килограмм. Опять возвращается к самоделкам, это тоже самоделка, но это уже выточенная на токарном станке. Шар, внизу есть полость, и в эту полость через шпильку можно добавлять длинами, увеличивать вес. Вот самоделки не все, если я выставил, есть так называемая Харитоновская гиря, оригинальной формы, есть самоделки, мы и самые первые гири, 2,6 килограмм, которые отливались по индивидуальному заказу. На все эти гири, на все самоделки, и не только на эти, которые здесь у меня стоят, на все я делал подробные обзоры, все это есть, сравнительные обзоры, все это есть у меня на канале. Здесь я только кратко показал, какой есть выбор гирь, именно вот таких вот гирь, самодельные и гири индивидуальной изготовления. Где их приобретать? Ну, понятно, где. Авито, металлоприемки. Как правило, они дешевле, чем гири серийного образца заводские. И, как я уже заметил, ну, возможно, и вы уже заметили, бывают самые разные варианты, и бывают даже варианты, которые превосходят по своему удобству гири серийных образцов. На вид я встречал и более интересные образцы, но, к сожалению, по тем же причинам приобрести мне их не удалось. Ну, в принципе, у меня и так достаточный гирь для тренировок вполне хватает. К современным гирям, так называемое индивидуальное изготовление, можно причислить, так называемые гири королевского, которых я упоминал выше, они были выпущены в 2014 году, в 2014, ограниченным тиражом, очень хорошие гири, удобные, у меня их было две штуки, к сожалению, к сожалению, пришлось с ними расстаться. Вот есть фотография. Проблема с Авито в том, что Авито это не универмаг, не магазин, и порой надо очень долго ждать, мониторить, пока какой-то более-менее хороший, интересный, удобный образец не всплывет на этом сайте, на Авито. И, как я уже сказал, плюс приобретения Авито в том, что гири, вот эти, как правило, они дешевле, чем серийные гири, которые продаются на заводе, или там на фирме, или еще где-либо, компаниями, или еще кем-либо. Ну, смысл самоделок, я думаю, ясен. Теперь перейдем к прочим гирям. Так называемые Гордеевские гири. Сами гири у меня, к сожалению, не было, но судя по фотографиям, видео и отзывам тех силачей, которые их применяли в тренировках, использовали гири, очень и очень хорошие. Дополнительно, плюс этих гирь был то, что они продавались не по сильно высокой цене, даже включая дорогостоящую логистику, поскольку она была достаточно проблемной. Гордеев выпускает полную линейку гирь. По-моему, максимальный вес 96 килограмм был, может быть, сейчас больше, точно не знаю, но был 96 килограмм. И с шаром то ли 4 килограмма, то ли даже 2 килограмма. Тут уже точно не могу сказать. И я думаю, что у него цельнометаллический гирь. Гири Юстил. Юстил, это китайский производитель, заводит сюда в Россию гири своего производства. Самих гирь у меня, опять же, не было. Но я ориентируюсь на фотографии и на отзывы людей, которые с ними занимались. И отзывы, в общем-то, достаточно благожелательные. В частности, Михаил. Михаил, тот самый, который первый пожал гирю 80 килограмм, в общем-то, не имеет никаких нареканий. Юстил выпускает гири весом 68 килограмм, 80 и 92 килограмма. То есть, достаточно ограниченная линейка. Предполагаю, что гири, скорее всего, цельнометаллические, без полости, душка где-то 40 миллиметров. И, соответственно, у них будет несколько больший размер тела, чем по сравнению с гирями, которые залят. Имея в виду, гири одинакового веса. Следующий. Компания Heavy Battle. Отечественный производитель. Выпускает гири следующих весов 50, 72, дальше идет сразу 88, и был у них ограниченный выпуск партии гирь весом 92, 96, 100 килограмм. В общем, от 92 до, по-моему, 100 килограмм. Отличается высоким качеством литья, но, к сожалению, дизайн гирь очень, на мой взгляд, очень неудобный для подъемов. За исключением гири 50 килограмм. Ну, я слышал, что в дизайне этой гири принимал участие Андрей Евжов, либо не принимал, а сам ее сделал дизайн полностью. Андрей Евжов сам поднимает тяжелые гири, и, видимо, по этой причине вот этот единственный тяжелый гирь компании Кэви Метал, которая получилась, в общем-то, удачной. А прочие гири следующих номиналов 72, 88 и выше, это типично кроссфитовские гири, предназначенные для работы двумя руками. у них большой просов, длинная душка, толстая душка 45 миллиметров на гире 88 килограмм, большое тело, поскольку они цельнометаллические, для подъемов они, в общем-то, как раз являются примером, скажем так, неудобных гирь для любых подъемов. Но, как я уже говорил, сильным людям такой дизайн не помеха, поднимают и такие гири, ну, а толстая душка имеет то преимущество, при такой душке лучше тренируется в силах хвата. У меня на канале был обзор такой гири на 88 килограмм. Следующие гири, так называемые кировские гири, имеют характерный золотой окрас, здесь у меня не золотой, я покрасил в черный цвет, вот так они выглядят. Ранее ошибочно предполагал, что это гири завода Зесса, но меня поправили, что завода Зесса уже давно не существует, выпускает их завод, который находится в Кирове, ну, называются они кировские гири. Одни из самых распространенных гирь на рынке, выпускает широкий ряд тяжелый гирь с шагом, если не ошибаюсь, 2 килограмма, может быть, даже меньше, 48 и максимальный вес 82 килограмма. Я видел на фото и более тяжелые гири, 86 килограмм, ну, я думаю, это были какие-то, скорее всего, опытные экземпляры. на рынке их так и не видел. Как я понял, у них есть несколько типоразмеров, пустые болванки, которые они, болванки с полостью, с пустотой, в которой заливается свинец, либо какой-то наполнитель, и тем самым делают гирю в нужный вес. Два типоразмера, один типоразмер, это, наверное, по моим оценкам, от 50 до 56 килограмм, максимум уже сделал 56, и другой типоразмер, уже болванка, большего диаметра, пустая, она весит, по моей оценке, может быть, 60-62 килограмма, естественно, точно не могу знать, поскольку я ее выливал, но не до конца, а максимальное заполнение может быть 82 килограмма, конкретно эта гиря, на данный момент залита до 70 килограмм, есть несколько видео уже конкретно с этой гирей, и есть еще пустое место, как я уже сказал, максимум что можно сделать с ней 82 килограмма, ну а пустая болванка такого типа размера весит около 60 килограмм, учитывая то, что заливается свинцом, тело гири будет несколько меньше, чем у цельнометаллической гири, которая не имеет полости, можно еще сделать вывод, что гири от 60 или 62 килограмма, которых одинаковый типоразмер до 82, весь этот ряд гирь будет иметь одинаковый шар, то есть вес у них будет разный, за счет добавляемого свинца в разное количество, в зависимости от номинала, а шар, диаметр шара будет одинаковый, пускай одна болванка, один типоразмер болванки, могу, конечно, немного ошибаться в цифрах, но суть, в принципе, понятна. Хорошие гири, у меня их было много, вот сейчас есть, с ними делал очень много упражнений, и рывки, и жимы, я имею ввиду тяжелые гири, 54, и 70, у меня было, и 75, положительный момент, то, что их можно доливать свинцом, до нужного веса можно выливать свинец, если вдруг гиря оказалась слишком тяжелой, можно варить гайку, модернизировать, в этом плане достаточно удачные гири. У меня на канале есть обзоры и сравнения вот этих гирь с другими производителями. Следующие гири, так называемые тульские гири, у них характерный дизайн от старинной царской гири, дизайн мне очень нравится. Выпускает производитель широкий ряд, тяжелый гирь, там шарю 2 килограмма, максимум 100 килограмм, даже больше, чем 100 килограмм. У них также два типа размера болванки, они гиря с пустотой внутри, которая заливается свинцом, сначала наполнителем, потом свинцом до нужного номинала. И соответственно два типа размера, один типоразмер это пустая болванка весит 46 килограмм, чуть больше, и при максимальном наполнении свинцом она будет весить 76-77 килограмм. то есть вот этот ряд гирь от 48 до 76 будет иметь одинаковый диаметр тела. Сначала добавляют песок, шлак, потом идет песок, шлак с куском металла, потом начинают заливать свинцом до нужного веса. Соответственно, гиря с пустотой, значит, ее диаметр будет меньше, чем диаметр гири цельнометаллической гири одинаковый вес. Конечно, жаль немного, что им не удалось, не знаю, по каким причинам можно было сделать этот типоразмер чуть побольше и побольше полость и сделать 80-ку гирю 80 килограмм такого диаметра было бы очень и очень неплохо. А так 80 килограмм с 80 килограмм у них начинается уже другой типоразмер. Я его что-то не буду показывать, некуда поставить, но он у меня есть. И этот типоразмер у них идет от 80 килограмм до 106 килограмм. То есть, вот моя гиря, которая на эти первые размеры, я специально померил, максимальный вес ее будет при полном залитии свинцом 106 килограмм. Пустая болванка второго типоразмера весит 70 килограмм. Ну, а первого типоразмера, как я уже говорил, чуть больше 46 килограмм. 600, я делал обзор на эти гири, много, показывал, как я их модернизировал, как я их обжигал, показывал, как я модернизировал гирю с большой болванкой, большего типоразмера, которую можно залить до 106 килограмм. Я из нее сделал в итоге насыпную гирю. Все это есть у меня на канале. Опять же, хорошие гири, мне нравятся, я с ними делал много разных движений, и рывки, и жимы, и доношения, и на попа, на ладони, да как угодно. Они отличаются, ну, диаметр здесь видно, что здесь чуть побольше, здесь чуть поменьше, но, как я уже говорил, это уже на пределе гиря, тут еще немного осталось места, а здесь еще на 12 килограмм свинца. Душка у них практически одинаковые, по 40 миллиметров, где-то колеблется 38-40 миллиметров, но в этой гире, если их сравнивать, чуть меньше просов, чуть хуже просов. Здесь просов чуть выше, длиннее, я не хочу сказать, это хорошо или плохо, это вот такая данность. просов чуть меньше, чуть уже, это будет выламывать руку чуть сильнее при жиме, рывке, но, с другой стороны, это дает более лучшее вложение в вектор силы, более лучшее вложение в гирю, когда вы осуществляете жим гиря, особенно жим, ну, или шмург. Гири этих двух производителей, наверное, сейчас самые распространенные, на рынке, сделать выбор в пользу того или другого достаточно сложно, я, например, затрудняюсь сказать, как по мне, и те, и те хороши, как достоинства, так и недостатки, здесь тоже можно доливать, выливать, варить гайку, модернизировать с пустотой, я имею ввиду тульская гиря, как и кировская гиря, но есть один момент, здесь просов шире и выше, вот этот гиря будет более подходящий, если у вас в планах стоит освоить джонглированность тяжелой гири, то надо в этот момент обязательно принять во внимание, когда вы будете задумываться о приобретении тяжелой гири, я слышал, что на последних модификациях тульский гирь просов сделали повыше, у меня такой гири нет, но в принципе меня этот просов на них устраивает, они у меня были разных весов, конкретно это сейчас залито до 72 кг, кировская гиря, она ближе к современному дизайну, тульская гиря, она ближе к царскому дизайну, ну в общем-то достаточно хорошо видно, здесь еще гири, гири федерации силового гиревого девятиборья, эти гири были сделаны недавно, год назад, пока выпущена первая пробная партия, от одного пуда до шести пудов, вес идет пудар на них, один пуд, я напоминаю, это не 16 кг, а 16,38 кг, то есть гири номиналом, максимальный вес 98,4 кг, отличные гири, они сделаны по дизайну царских гирь, чему я лично я очень рад, поскольку я предпочитаю, если есть возможность, тренироваться с гирями царского дизайна, царского времени, если есть такая возможность, либо максимально приближенная к таким гирям, и тем самым продолжая традиции силачей старого времени. Прототипом была кусинская гиря, двухпудовая гиря, на основании прототипа были рассчитаны модели и дизайн от всего ряда этих гирей, от вниз до одного пуда и вверх до шести пудов. У них толстые дужки, как это было на царских гирях, на больших номиналах, больших весах, дужка 50 мм, 45 мм, 40 мм, она постепенно увеличивается с ростом веса гири. В ближайшее время планируется выпуск таких гирей. На этих гирях был уже установлен ряд весьма внушительных мировых рекордов. На этом все. Всем удачи, тренируйтесь и без травм. Субтитры создавал DimaTorzok